Здравствуйте, дорогие ребята и взрослые! Русская советская детская поэтесса, писательница, киносценарист и радиоведущая Агния Львовна Барто родилась 17 февраля 1906 года, 115 лет назад. Прожила поэтесса 75 лет. Если сказать, что все мы выросли на стихах Агнии Львовны Барто, то в этом не будет никакого привлечения. Их и сейчас продолжают читать мамы своим детям. Агния Барто навсегда вошла в историю отечественной поэзии как талантливейший автор детских стихов. Она старалась разговаривать со своими читателями на простом и понятном им языке. Образы Агнии Барто полны юмора и сатиры. Ее стихи были забавными дразнилками, и поэтому их так любили дети. Несмотря на широкую популярность, Агния Барто не загордилась. Ее всегда отличалась застенчивость и скромность. Агния Барто знакома с Владимиром Владимировичем Майковским, Корнеем Чуковским, Максимом Горьким и другими. С началом Великой Отечественной войны поэтесса оказалась в Свердловске. В это время она выступает на радио, пишет статьи, стихи и очерки на военную тематику. Постоянно отпечатается в газетах. За эту работу ее наградили премией, которую поэтесса до последней копейки пожертвовала на создание танка для фронта. После победы Агния начала развивать шефскую работу над детскими домами. Она часто приезжала к сиротам, выступала перед ними со своими стихами, привозила скромные подарки. Агния Барто основала радиопередачу «Найти человека» и в эфире читала письма, обратившихся к ней людей. Дети рассказывали о том, что помнили, и хоть эти сведения были обрывочными, но даже благодаря им удавалось разыскать их родителей. В результате множество людей нашли родных с помощью небезразличной поэтессы. Многочисленные поклонники творчества Агния Барто вспоминают ее слова о том, что каждому человеку приходится в жизни делать больше, чем он может вынести. И говорят, что Агния Барто всегда делала больше, чем позволяли ее силы. Послушайте, пожалуйста, стихотворение Агнии Львовной Барто «Медвежонок невежа». Был сынок у маменьки, медвежонок маленький, мам был фигурою, медведицу бурую. Уляжутся медведица по деревам в тени, сын рядом присоседится, и так лежат они. Он упадет, ах, бедненький, его жалеет мать, умнее в заповеднике ребенка не сыскать. Сыночек дисциплины совсем не признает. Нашел он мед пчелиный и грязной лапой в мед. Мать твердит, имей в виду, так нельзя хватать еду. А он как начал чаркать, измазался в меду. Мать за ним ухаживает, мучайся сынком, мой его, приглаживай шостку языком. Родители беседуют, мешает он беседе, перебивать не следует взрослого медведя. Вот он примчался к дому и первый влез в перлогу. Медведю пожилому не уступил дорогу. Вчера пропал куда-то, мамаша сбилась с ног. Зъерошенный, лохматый пришел домой сынок, изъявляет маме, а я валялся в яме. Ужасно он воспитан, всю ночь ревет, не спит он. Он мать изводит просто, тут разве хватит сил? Пошел сыночек гостей, хозяйку укусил. А медвежат соседки столкнул с высокой ветки. Медведица бурая, три дня ходила хмурая, три дня горевала. Ах, какая дура я, сынка избаловала. Советоваться к мужу медведица пошла. Сынок-то наш все хуже, не ладятся дела. Не знает он приличий, он дом разрушил птичий. Дерется он в кустах, в общественных местах, заревел в ответ медведь. Я при чем тут, женка? Эта мать должна уметь влиять на медвежонка. Сынок, забота ваша, а то вы и мамаша. Но вот дошло и до того, что на медведя самого, на родного папу, Мишка поднял лапу. Отец сердит овоя, отшлепал сорванца. Заделся живое, как видно и отца. А медведица скулит, сына трогать не велит. Пить недопустимо, у меня душа болит. Не лады в семье медвежий, а сынок растет невежий. Я знаю понаслышке, и люди говорят, что такие мишки есть среди ребят. Спасибо за внимание. Приходите к нам в библиотеку и берите книги Агнии Львовной Парто. До новых встреч!